привет любителям мех арена вы на канале пуля youtube и я рад тебя здесь приветствовать сегодня у нас очередной обзор одной очень интересной пушки под названием подган 12 перед началом ролика я традиционно попрошу подписаться на канал кто еще этого не сделал а также жмякнуть лайк и колокольчик это поможет продвигать мои ролики в ю тубе ну а мы начинаем с момента нирфа некоторых топовых пушек игроки на сегодняшний день в поиске новых видов оружия а подганы как раз достойны нашего внимания давайте начнем с изучения характеристик а потом перейдем к некоторым тестам и практическим боям подганы это легендарное оружие которое относится к типу огневой вал но эти гранаты не простые а липучие они клеятся в любой поверхности и через несколько секунд происходит детонация или другими словами взрыв я думаю вы уже попадали какому-нибудь боту который играл на этих гранатах и обвешал вас зелеными шариками как новогоднюю елку эти гранаты сейчас находятся на шестом ранге прокачки и имеют вот такой урон с одного ствола 50 тысяч 280 урон с выстрела 4190 эти гранаты липучки имеют очень хорошую дальность максимальная это 300 метров оптимальная до 100 метров перезарядка 6 секунд радиус поражения 9 метров шанс двойного урона 22 процента на максимальной прокачки это будет уже 25 процентов время детонация на роботе 2 секунды детонация на поверхности 4 секунды для этого оружия используется пилоты предназначенные для огневого вала сейчас я вам покажу насколько вырос урон с легендарным пилотом и легендарными имплантами на максимальной прокачке чтоб вы имели понимание сколько силы вы сможете выдать с этих малюток как видите урон вырос в два раза и с одного ствола вы имеете 100 тысяч пятьсот шестьдесят плюс к этому вы будете иметь иногда двойной урон в принципе довольно неплохой показатель дальше я хочу показать некоторые моменты в стрельбе и сейчас мы проведем небольшие тесты меня спрашивали сможет ли эта граната прилипнуть к эклипсу во время его невидимости ответ прост конечно сможет эта граната липнет ко всему вот вам доказательства теперь я поясню работу наведения у этих гранат есть свой диапазон автоматического наведения и полета в цель пока вы находитесь в этом диапазоне все гранаты полетят у врага даже за поворот как только вы выйдете за границу наведения гранаты полетят прямо это очень хорошо работает на вертикальном прицеле а горизонтальный будет работать не очень корректно сейчас враг находится в красном квадрате как только квадрат исчезает вы выйдете с автоматического диапазона полета гранаты в цель поэтому вы должны учитывать эти параметры и грамотно ими пользоваться и не забывайте что гранаты имеют радиус поражения 9 метров автоматический полет по цели работает только в режиме оптимальной дальности свыше 100 метров вы стреляете только по прямой теоретики И последний момент, который хочу вам озвучить. Каким же роботом лучше всего играть? Я буду озвучивать свою точку зрения, и чем удобнее всего было играть мне. Из-за того, что взрыв снарядов имеет задержку, то для комфортной игры нужен быстрый, желательно обладающий стелс-эффектом робот. Мне, например, понравилось играть эклипсом, и с Алисом. Возможно будет неплохо с Уржем. Но лучше всего, мне понравилось эклипсом. Ты отстрелялся-спрятался, и в безопасности. Или, например, пантерой, спрятался за энерго-барьер, и стреляешь. Но не забудь, что по тебе может прилететь артиллерия, хеликсы, или сикер. Поэтому, эклипс, это прям золотая середина по моему мнению. Сейчас я проведу несколько боев, хорошего тебе просмотра. Напиши мне в комментариях, как тебе нравятся оружие под ганы. На чем ты играешь, или хочешь играть. Ну а я с вами прощаюсь, хорошего тебе просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! DimaTorzok Спасибо за просмотр!